Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И сегодня у нас очередная посылочка из Китая, только вот такая вот большая, круглая. Здесь находится складной, мобильный, передвижной, портативный хромакей. Хромакей двойной. С одной стороны он зеленый и с другой стороны он синий. Ну, давайте распакуем, посмотрим и узнаем, как его применяют. Итак, вот он наш хромакей. Он сейчас в сложенном состоянии. Упаковка, конечно, не айс. То есть, это упаковка стандартная вот самого хромакея и обычный пакет, в который положил сам продавец. Так, смотрите, в сложенном состоянии он имеет вот такие вот размеры. Размеры где-то около 50-60 сантиметров в сложенном виде. А в полностью рассложенном, то есть, это высота 2 метра и ширина 1,5 метра. 1,5 метра это, чтобы вы ориентировались, одного конца руки до второго при вытянутых руках. Так, ну, что рассказывать, давайте смотреть. В комплекте идет вот такой вот чехол. Чехлы, как всегда, они, ну, не очень-то и хорошие идут, но для транспортировки более чем сгодится. Он на змейке. И вот наш фон. Вот такой вот он. Я не знаю, вам, наверное, не будет видно. Вот с одной стороны он абсолютно полностью зеленый. И с другой стороны он синий. То есть, есть два вида хромакеев. Самый распространенный это, естественно, вот этот вот зеленый. Используется потому, что в нашей одежде, в тоне, в нашем цвете кожи используется меньше всего данный цвет. Второй вариант, менее распространенный, это синий. Ну, все зависит от обстановки, в которой вы снимаете, в одежде, ну, и прочих аксессуаров. Материал не тонкий, он не просвечивается. Их два. С одной стороны синий, с другой зеленый. Давайте же теперь посмотрим его применение. Как мы будем его использовать. Итак, расположили мы хромакей сзади меня. Сейчас он зеленым фоном. Позже мы перевернем синим фоном. В принципе, разницы никакой не имеет. Главное, чтобы ваша одежда и ваши аксессуары не совпадали с цветом вашего хромакея, вашего фона. То есть, если он зеленый, на вашей одежде нет зеленого. Если он синий, в вашей одежде и аксессуаров нет синего цвета. Ну, и с помощью вот такого вот фона и несколько кликов в постобработке в программе, там, неважно, какой вы пользуетесь, Sony Vegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects, в них можно заменить вот этот зеленый фон на более интересный, более красивый. Там, на ваше усмотрение, любой другой фон. К примеру, по щелчку пальцев мы можем оказаться в любой другой комнате. Да, точно так же в студии, так же и в тренажерном зале, можно и на футбольном поле, или вовсе на красивой природе. Можно вставлять не только изображения или фотографии на задний фон, но можно вставить и таким же образом точно видеозапись. Вот за секунду мы можем оказаться в ночном городе. Интересный, красивый фон. Либо же потом уже щелчку на море, на пляже, в лесу, ну или же вовсе в космосе. Вот так вот. Таким образом, все эти фоны меняются элементарно за пару кликов в любой программе в постобработке. Ну а сейчас, как вы видите, мы поменяли фон на синий. И давайте смотреть, как будет на синим, и пока поговорим о хромакее. Итак, есть, давайте выделим, в принципе, есть три основных правила работы с хромакеем. Первое. Это хорошее освещение. То есть, у меня сейчас освещение не супер хорошее. В идеальном плане это лучше всего использовать около трех элементов освещения. К примеру, трех софтбоксов. Два софтбокса светят с этих сторон. И третий софтбокс подсвечивает наш фон. Чтобы освещение фона было равномерным. Чтобы не было такого, что с одной стороны он темный, а с другой стороны он светлый. Точно так же это отразится на вашем измененном фоне в видео в постобработке. То есть, самое главное, хорошее освещение предмета снимаемого. На данный момент это я. И заднего фона хромакея. На данный момент это вот наш синий хромакей. Это первое правило. Второе правило. Одежда. Одежду всегда одевайте другого цвета, отличающийся от цвета вашего фона хромакея. Естественно, если у нас сейчас синий, то я не должен быть в синей футболке, в синей майке, кофте. Синие аксессуары, синие часы, синие браслеты, бейсболки и тому подобное. Если такое же получится, то на синих элементах в постобработке я точно так же сольюсь цветом фона. Единственное, что у меня будут руки. Если я, конечно, не в синих перчатках. И лицо будет мое. Все остальное я буду как призрак, к примеру. Это же касается и зеленого фона. Точно так же зеленый фон. Нет у вас зеленой одежды, зеленых аксессуаров, зеленых предметов, которые вы снимаете. Ну и третье правило. Это то, чтобы фон зеленый либо синий, также без разницы, был равномерно разглажен и хорошо натянут. Потому что если будут складки, они точно так же отобразятся на вашем измененном фоне. То есть, если будет длинная полоса, складка, где его сложили данный фон, то она точно так же у вас останется с таким изгибом на новом вашем фоне. Так что хорошенько натягивайте ваш фон. Если фон вот этот, то он относительно неплохо натянут. Уже в разложенном состоянии здесь особой натяжки не требуется. Если же это будет фон, который вы отдельно покупаете, сделан под стойки, который нужно натягивать, там натягивайте получше, чтобы не было никаких складок. Тогда вы сможете нормально обеспечить задний красивый фон. Ну и по данному видео у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, замечания, пишите в комментарии под видео. Я буду читать, стараться отвечать на ваши вопросы. Ссылочку на данный хромакей я оставлю в описании под видео. Стоит он там не так уж и дорого. У нас, кстати, в стране можно купить как минимум в 2, а иногда и в 3 раза дороже вот такую вот вещь. Я оставляю ссылочку на Алиэкспресс, можете посмотреть и купить. Стоимость где-то в районе 30 баксов. Также побросаю ссылочки на хромакеи других размеров, которые нужно устанавливать или вешать на стойке. Ну да, и не забывайте, что данный хромакей, он мобилен. Его собрал в чехол, скрутил и в руках перенес в любую студию, в любую комнату. Ну не знаю, даже на улице вы можете им снимать. Либо подцепить на что-то там есть вверху крепление петля под него, либо может кто-то держать и снимать. Размеры, как я и говорил, 2 в длину, 1,5 в ширину. То есть это слегка перекрывает ваш рост и практически почти на полностью вытянутые руки. И да, если вам будет интересно, как это все обработать и заменить задний фон, в Sony Vegas к примеру, напишите это в комментарии. Возможно я сделаю краткий урок, там это все просто элементарно, буквально 3 клика и вы уже сможете заменить данный фон. Так что всем, кому данное видео понравилось, либо было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Делитесь данным видео в соцсетях, знакомыми, близкими, друзьями. Может это кому-то будет все-таки полезным. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока. До новых встреч!